всем привет я рад что мы с вами снова вместе что вы вернулись ко мне на канал skyward и давайте будем двигаться дальше как я вам обещал я вернулся через очень короткое время дальше по страницам а романа роберт элберт бегущая могила на очереди 79 глава этого детектива поехали не будем терять ни ваше не мое время 6 на третьем месте означает человек обогащается благодаря несчастью и джин или книга перемен с облегчением вычеркнув одну проблему из своего списка страйк вернулся в офис поедая презирая рожковый батончик который он купил по дороге в знак своего нового стремления к похудению он наполовину надеялся что литл джон не сдержит своего обещания предоставить запись пилбрайта сегодня тем дав страйку возможность выплеснуть свое раздражение на достойную цель литл джон подбросил это таковы были первые слова под когда он вошел в офис она указала на лежащий рядом с ней обычный коричневый конвет внутри которого находился небольшой продолговатый предмет страйк мыкнул и направился к чайнику и меч только что приходила продолжила под у нее не особо хорошее настроение она говорит что ты ее оскорбил если она считает что начальник задающий законы вопросы о ее методах работы оскорбляет ее то она вела очень защищенную жизнь раздраженный сказал страйк добавляя в кружку и еще один пакетик чая чувствуя что ему необходим весь кофеин который может получить по правде говоря за последние несколько дней его гнев на миши несколько поутих хотя ему и не хотелось бы признавать этого он понимал что слишком остро отреагировал на то что ее засняли на камеру в доме этаж и моё из-за собственных переживаний по поводу последствий развода хомболта он уже подумал о том чтобы сказать мить что она может вернуться к делу фрэнка при условии что не будет больше общаться с клиентом но новость о том что она пожаловалась под только усугубил его раздражение однажды я знала другую лесбиянку сказала под да канал стоит когда крышка чайника зазвенела она тоже так себя вела за спиной своего босса нет сказала под она была боссом милая женщина люди считали ее жесткой как гвоздь но она была мягкой очень добрый когда я разводилась это тонко заволивальное предложение чтобы я унизился за то что задел чувств мир никто не говорил о том что надо унижаться но все равно потому что этого не произойдет сказала страйк не надо известь сказала под в любом случае а рода сделала то что ты просил страйку потребовалось несколько секунд чтобы вспомнить что это дочь под ты шутишь сказал он обернувшись от ней нет сказала под она попала на страницу карри кертис в фейсбук получше новость за весь день сказал страйк хочешь чашечку чая после того как они оба выпили чаю под вошла фейсбук используя данные дочери перешла к аккаунту женщина которая надеялся страйк 21 год назад было шерегитинг повернув монитор так чтобы страйк мог его видеть под затянул с электронной сигаретой наблюдая за тем как он просматривает страницу страйк медленно пролистывал страницу внимательно изучая многочисленные фотографии двух маленьких светловолосых девочек кэрри кэртис вудс но фотография в самой кэри была изображена более грузная женщина чем на ее фотографии в профиле не было никаких указаний на то что у нее есть работа но было много упоминаний о том что она работает волонтером в школе своих дочерей это она сказал страйк на фотографии размещены в честь годовщины свадьбы кэрри кэртис вудс был изображен день ее свадьбы когда она была по крайней мере на два размера меньше на ней безошибочно можно было узнать блондинку с подводкой которая когда когда-то была на ферме чепмен более взрослая с менее яркой подводкой для глаз в облегающем кружевном платье с вьющимися светлыми волосами собранными в пучок рядом с худощавым мужчиной с тяжелыми бровями чуть ниже на странице был указан номер телефона кэрри вудс предлагала уроки плавания для малышей под ты сыграла просто великолепно это было рода они я хрипловато сказала под что она пьет джин я принесу ей бутылку или 2 еще через пять минут пролистывание странице помогло страйку определить мужа кэрри кэртис вудс натана вудса который был электриком и город ее проживание а где черт возьми находится торнбери пробормотал он переключаясь на карту google глостершир сказала под которым молокружки в раковине там живет двоюродный брат моего дэнниса чёрт сказал страйк читая последнее сообщение кэрри кэртис вудс они уезжают в андалусию в субботу проверив ежедневное расписание старик позвонил шаху и попросил его забрать робин с ферми чепменом на следующий вечер думаю сказал страйк повесив трубку в пятницу я поеду в тортбери поймаю кэрри пока она не ушла в отпуск робин будет измотан она не будет готова к поездке в глостершир сразу после выхода в тайне он думал о том что если ему удастся уложиться в один день то у него будет повод зайти к робин вечером чтобы все обсудить и это мысль очень радовала учитывая что он знал что мэрфи все еще находится в испании почувствовать себя немного счастливее страйк вышел из фейсбук забрал чай и направился в свой офис низа в руках коричневый конверт оставленный литл джон внутри находилась крошечная диктофонная кассета завернута в лизу маги с нацарапанным датой запись была сделана почти через месяц после того как сэр коллен и кевин поссорились из-за того что последний насмехался над книгой джайлса хармона и за пять дней до убийства кевина страйк достал из ящика стола диктофон вставил кассету и нажал кнопку воспроизведения он сразу понял почему паттерсон не передал пленку сэра коллену эденсору трудно было представить себе более неудачную рекламу навыков наблюдений в агентстве во первых для такой работы существовали гораздо лучше устройстве чем диктофон который приходилось прятать запись была крайне низкого качества в том пабе куда фара привела кевина было многолюдно и шумно ошибка новичка за который страйк строго отчитал бы любого из своих субподрядчиков именно так по его мнению поступил бы его ныне уволенный не кемня плакаемый наемник над ли голос фары звучал более отчетливо чем голос кевина возможно потому что диктофон лежал ближе к ней насколько страйк мог разобрать она дважды предлагала уйти более тихое место в первые пять минут но кевин патетично заявил что они должны остаться поскольку знал что ее любимый бар судя по всему кевин был полностью уверен что симпатичная нова без заинтересованным сексуальным плане страйк увеличил громкость до максимума и внимательно слушал пытаясь разобрать о чем идет речь пара постоянно просила кевина говорить или повторять и страйк был вынужден многократно перематывать и переслушивать текст со ручкой в руках пытаясь расшифровать все что было слышно изначально насколько смог понять страйк и беседа не имела никакого отношения к вгц течение 10 минут фара невнятно рассказала своей предполагаемой работе стюардессы наконец была упомянутая упомянутая церковь фара способы заинтересовали в г кевин не делай этого сестры еще может быть может оставить одну где-то неподалеку от места где сидели фара и кевина раздалась шумная песня которая конечно была громко как коллоком и мы пели гибны и арии земля моих отцов черт побери пробормотал страйк группа пожилых валийцев как предположил страйк поскольку не был уверен что еще может быть песню макса бойся в течение следующих десяти минут пыталась вспомнить все слова периодически срываясь на обрывке куплетов которые снова обрывались делая разговор кевина и фара совершенно не слышу наконец валийцы вернулись к простому громкую разговору и страйк снова смог услышать слабую нить того о чем говорил фара и кевина кевин злые люди злые фара как они кевин имею жестокий лицемер я пишу к пара ух ты как здорово один из валийцев снова завел песни но уилл очень счастлив хотя все его деньги пропали он обменял пять фотографий своей жены на одну фотографию баре джона аплодисменты приветствовали эти запомнившиеся строки когда крики стихли страйк снова слышал кевина извини нужен судя по отсутствию разговора с фарой страйк предположил что кивин уж пошел в туалет следующие 50 минут записи оказались бесполезными мало того что шум в пабе становилось все громче так еще и голос кевина становился все более невнятым страйк мог сказать фаре что пред предлагать неограниченную выпивку молодому человеку который с детства не притрагивался к спиртному было ошибкой и вскоре кевин стал невнятно и бессвязно говорить а фара изо всех сил пыталась уследить за тем о чем он говорит кевин и она утонула сказали что утонула фара громко говоришь отдай кевин ранная вещь случилась которая продолжая вспомнить три из них фара громко четыре ты сказал четыре кевин больше чем просто шри милой с детьми и она бэк заставила эмили невидимное дерьмо фара громко эко заставила им и солгать тыс кевин под наркотиками и разрешали выходить она могла доставать вещи проносить их не заботилась о настоящем однажды не было шоколад а я украл немного хулиганка однако фара громко кто был ганкой кевин валили год и собираюсь поговорить с ней встретиться со мной фара очень громко кто-нибудь из церкви собирается встретиться с тобой кевин кевин и ответить за это часть фара уже настойчиво ты собираешься встретиться с кем-нибудь из кевин она сказала и было тяжело и эти свиньи фара раздражён забудь о свиньях пусть говорится с кем-нибудь из кевин она сказала про этих чертовых свиней прорычал страйк дефтофон кевин любил свиней известно что тогда случилось вот почему и я был в лесу и бэк сказала мне что я перестал ведь дочь и недоносчик фара даю лесу кевин не был думаю там был там был заговор в нем все если правда но лес не шторм дул но слишком мокро странный и я должен был для наказания это сказала мне извини тоже страйк услышал громкий стук как будто упал стул у него возникло ощущение что кевин неуклюже направился в туалет возможно чтобы его вырвало он продолжал прослушиваться но в течение последующих 25 минут ничего не происходило кроме того что валийцы становились все более буйными наконец он услышал как фара сказала извините вы в туалете на нем синяя через пять минут громкий валийский голос произнес он ужасном состоянии милы тебе придется отвести его к себе ради бога спасибо что проверили что раздался шорох звук дыхания и запись закончилась итак это было семьдесят девятая глава романа роберт гелберт бегущая могила на этом я сегодня заканчиваю вернусь к вам завтра с новыми главами вы были на канале skyward с вами был я вадим надеюсь у вас погода чуть лучше чем у меня и хорошего вам дня а я скоро вернусь но уже с другой книгой с другим романом с харуки мураками всем пока